Приветствую друзья, перед вами фрагмент матча Астралис ЛС Фнатик в рамках ESL Барселоны. Юпри выходит на Зигу и делает два минуса. Сначала сливает не успевшего поменять позицию лавмейстера, а далее флюшу. И ситуация в раунде становится 5 в 3, явно не в пользу черно-оранжевых. Перед вами пример классического сейва. Да, трем оставшихся игрокам команды Фнатик нужно попытаться засейвить свои девайсы. Кто-то из вас скажет, да какой там сейв? Мы частенько с ребятами в подобных ситуациях идем убивать бомбу. 2 в 4, 1 в 3, 3 в 5. Какие проблемы? Я могу вам сказать, что видел как выбивает бомбу 2 в 5, 1 в 5 на лоурангах. По принципу, лучше умереть, нежели засейвить. А вообще, вы бы смогли втроем выбить бомбу против пятерых игроков команды Астралис? Правильно сказать, что в этом раунде у оставшихся в живых игроков команды Фнатик нет предпосылок, чтобы продолжать борьбу дальше. Во-первых, до этого момента они проиграли стрики 7 раундов. Они не сделали ни одного минуса, чтобы оставить позиции соперника на карте. У них нет инфы. Но самое главное, у них нет денег, чтобы рисковать оставшимися девайсами. Все это прекрасно понимает и соперник. Ему жизненно необходимо будет найти оставшихся в живых игроков команды Фнатик и выбить девайсы. Как видите, в конце раунда живых остается только один Деннис. Матч Фрипсайд Тактикс, выяснить за пижамах, в рамках MLG Коламбус. Предпоследний раунд, первая половина. Ситуация в раунде 2 в 4, в пользу шведов. У Ниндзи нет инфы по двум игрокам команды Фрипсайд. Они никуда не спешат и контролят карту. В это время Маркелов рискует и поджимает ангар. Далее стреляется и отходит, тем самым выдавая свое местоположение. Фрайберг в это время фейкует на Апленде и Уолт лидит сливает его. И Ниндзи в пижамах становится ясно, что один игрок находится на центре, а другой на Апленде. И ребята сразу устремляются на Бэпленд. Контролят завент и закрываются позиции дымовыми гранатами. Восстанавливается бомба. И хотя ситуация в раунде вполне рабочая для контртеррористов, у ребят из Фрипсайдов нет ни одной предпосылки, чтобы идти выбивать бомбу. Во-первых, их позиции закрыты дымами. Во-вторых, у Уолт лидита не мобильный девайс АВП. А в-третьих, у их команды нет денег и за проигранный раунд им дадут всего лишь по 1400. Поэтому есть смысл засейвить девайсы и уже попытаться в следующем, последнем раунде первой половины навязать борьбу соперника. А в этом раунде идет закономерный сейф. А сейчас перед вами отрывок из игры, который разлетелся на множество мобиков. Liquid vs. Luminoise Gaming, в рамках того же MLG Columbus, раунд в котором Хика побивает бомбу в ситуацию 1-4. Хика идет со стороны Зиги, осторожно мелкими стрефами чекает в сторону погрузчика. Находит Калдзеру и делает минус. Далее, быстро, не давая помниться Фолну, сливает его. Ситуация становится 1-2, причем двое игроков, которых оставались были лоуэчпи. FNX, который стоит за контейнером, 13 HP. И Тако, который выходил на размен и имел всего лишь 3 HP. Итог раунда вы увидите сами. Кто-то из вас скажет, ну вот тебе пожалуйста. По всем законам логики, в такой ситуации 1-4 Хика должен был сейвить свой девайс. Но он не стал этого делать, пошел и выбил ломбу. Никто не будет спорить. Выбивание получилось красивым. Но не забывайте, что изначально ситуация была не 1-4, а 3-4. Сначала Фолну сливает Адрина на Сити, а далее Симпла, который пытался его разменять. Только после этого, FNX устанавливает бомбу на дефолте. То есть у Хика было еще 40 секунд. Целая куча времени, чтобы попытаться ее выбить. Во-вторых, у Хика была инфа, что 1 это Тако с 3 HP находится за квадом. FNX только что установил бомбу, он находится за контейнером. А на погрузчике, Фолну. Единственная, как у меня была инфа, это был Калдзера, который в итоге стал легкой мишенью. По моему мнению, именно Калдзера послужил главным виновником такого легкого выбивания бомбы. Если бы он остался в мейне, а не стал сдваивать позицию вместе с Фолуном за погрузчиком, задача бы для Хика резко усложнялась. Калдзеру можно понять. Двое ребят из его команды были красные и могли стреляться в последнюю очередь. Он, скорее всего, выходил из мейна, чтобы помочь Фолуну и в случае чего его разменять. В итоге остался в этой точке, сев в углу и законтролив дверь. В-третьих, если бы Хика выходил с любой другой позиции, его бы, скорее всего, сливали либо разменивали. В-четвертых, не забывайте, что это был Хика, один из лучших игроков мира. То есть такое выбивание бомбы 1-4, это не правило, а исключение из правил. И успешный исход в таких клатчах вы увидите нечасто. Запомните, играя за контртеррористов, при занятом пленде соперником в ситуациях 3-5, 2-4, 1-3. Если у вас нет предпосылок, чтобы выбивать бомбу в виде последних раундов, или наличие большого количества денег, тогда есть смысл засейвиться. Вы сохраните девайсы, и еще получите деньги за проигранный раунд. Немного по-другому обстоят дела при игре за атаку. Если бомба не устанавливалась, то ребята, которые засейвили девайсы, деньги за проигранный раунд не получают. К тому же стороной защиты нужно делиться между плендами. И даже с потерями в раунде при атаке на точку, вы выходите не на всю команду сразу. Поэтому ситуации 3-5, 2-4, 1-3 являются для террористов рабочими. Передаваем пример такого раунда между командами G2 и FACE. Сайсайль про лиги третьего сезона. Когда команда G2 в ситуации 3-5, выходит на аплэнд, устанавливает бомбу, и даже берет раунд с разменом 1-5. А вот следующий раунд этих команд, это пример того, как не нужно играть. FACE клан проигрывает со счетом 7-1, делая атака. Закупает пистолеты. То есть парни будут опасны на ближних дистанциях. Сначала в коробке сливается Смитс. Далее, не сделав ни одного минуса на аплэнде, так и не установив бомбу. Сначала погибает Экзистенс, а затем Шокс. Ситуация в раунде становится 2-5. Все предпосылки для того, чтобы засейвиться. Но РПК с этим не согласен. Он зачем-то бежит на центр, на ближнюю дистанцию, стреляет с Майки Лелли, и сразу же умирает от ландшота. Теперь на руках у соперника 3 девайса, 3 автомата Калашникова. В живых остался только один скрим, который все это время, и это опять же пример игры в парах, не давал забрать АВП из коробки Фейсклана. Скрим сильно рисковал, и его пытались запушить вдвоем, чтобы забрать АВП. Но все-таки он выполнил свою задачу и скинул снайперскую винтовку в недоступную зону. И дальше вы не поверите. Вместо того, чтобы засейвиться, Скрим зачем-то пошел на шорт, начал стреляться, сделал еле-еле один минус, и все равно слился, в итоге оставив команду соперника с 4-мя девайсами, хоть и без АВП. Перед вами еще один пример классики сейва. Экзистенс остается в ситуации 1 в 3. Получая прострел с АВП, все-таки устанавливает бомбу на Б-пленде. Прекрасно понимая, что у него нет шансов, ведь контртеррористы будут выходить на плен с разных позиций одновременно, Экзистенс недолго думая бежит туннель и подбирает АВПу. Логичный сейв. Ведь если вы засейвились при установленной бомбе, деньги за проигранный раунд вы уже получаете. Почитайте сами. 300 долларов Экзистенс получил, когда сделал минус на Б-пленде, 300 плюс 800 за установленную бомбу, итого уже 1400, и плюс 1900 ему дадут за второй проигранный раунд. Итого 3300 за раунд, который был слит. Неплохие деньги. К тому же, он еще подобрал АВП. По моему мнению, он принял абсолютно правильное решение в раунде. В этом видео были показаны примеры сейвов, как за одну, так и за другую сторону. Поймите, что такие ситуации, как 2 в 5, 1 в 4, не являются рабочими даже для стороны атаки. Но как будто не было сейвить или нет, такое решение игроки принимают сами. Поэтому часто даже в игре профессионалов вы видите акшен, в котором нет никакого смысла. На этом видео подходит к концу. Всем удачи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok